я начинаю значит так как всегда к началу очень мало народа вроде говоришь и не знаешь до кого я решил сделать иначе у меня накопился определенный опыт мне уже доводилось помогать людям очень эффектно поэтому есть не только моржевание несколько минут первых пусть будет для самых таких упорных которые смотрятся с начала и до конца и так значит напомню одну из эффективнейших способов это способ который придумал порфирий иванов вся страна прошла через это значит наиболее часто используемые его прием прошли через это миллионы россиян вспомните старшее поколение значит плавки купальник остальное голое тело даже где-то босиком выскакивать многоэтажки на улицу тазик значит руки в гору к небу что-то надо пошептать как бы сказать вызвать прилив энергии космической потом вылить на себя тазики все и казалось бы все она некомфортно поэтому как и любая мода она была и закончилась вдруг мне позавчера один из вас или одна из вас кажется 1 рассказывает константин случай из практики а у меня всегда есть реакция на моете на мои вот такие вот расскажи реакция была такая а вот мой случай значит девушка молодая в нее перекосило лицо как-то стянуло и причем медицина оказалась бессильна она девушка а у нее лицо перекошено я забыл как называется эта болезнь когда стягивает мышцы и она оказалась в страшном жизненной ситуации и кто-то ее нормальная другая женщина которая прошла через порфирий иванова через эту систему сказал а мы вот берете тазик выходите на улицу на мороз обливать себя еще пройдет помогло я и так и так точно помогло точно я хочу рассказать рассказать точно точно такой случай был сейчас прошу прощения в разводе слушаю понятно понятно но это уже не главное главное то что я говорю спасибо за подсказку давай это второй член нашей команды мой соавтор под тысячам фирма сказал юра брат когда-то мы вместе войны в историях досталось обоим от супер специалистов которые считают что мы не имеем права никого учить нет права только не а то что они учат убивать деревья это не главное главное что у них есть это справки то есть основа обоснования вот и кто а я вот это теперь закончим вот так вот вот это вот мой брат по неволе вас с ним еще раз познакомил теперь продолжаю и так вот закончилась эту трехминутка или пятиминутка вот мотайте ноут если чека такая беда вы не только из на себя тазик с водой вылит тонны воды вылит их за месяц например вот но пригодится теперь возвращаемся туда где мы с вами обычно бывает и так очередная лекция слушайте сюда недавно мне попалась вот такая вот афоризм я самый первый раз увидел мне его прислали он мне понравился читаем как растение не может прижиться и расти на чужой земле так и человек победит погибнет без своей родины его родины его учили вот спорить не будем я не буду вот теперь мой афоризм вы его уже знаете я повторяю уже несколько лет если у человека нет своей личной собственности земли значит у него нет родины железа века вот оба моих деда так раньше назывались кулаки а на самом деле это были крепкие хозяева оба были вместе с вами хозяйцы с хозяйствами фактически уничтожены вот морально уничтожены материально уничтожены вот это было оба деда а у меня тоже не было своей земли просто я как дема военная отец военных где бы мы не были маленькие две сотки три сотки я эти сотки валяра сынок давай бери нож бери топорик я на этих его настругаю да это учить это учеба просто не бывает чек с нуля не не возникает ниоткуда и тут же рядом это его или как и называется ну короче так и полу кустарник с длинными листьями значит я вот тут же нас другая надо же как-то отгородиться хотят соседи вот эти две три сотки там картошка лук морковка и навтыкал осенью мощный зеленый забор готов вот откуда все пошло понимаете это потом я догадался что это даже не из почек это особый случай вот сам александр песоцкий привет сегодня я до вас доберусь я горжусь тем что у меня такой такой как сказать союзник ну скажем так теперь я нахожусь на риске там уже огорода не было возле поселка валёк ходил бродила это моя болезнь такая была бродить по тундре я нашел несколько домов сделанных из досок из этих коробок деревянных вот значит с печкой одна хотя бы сотка была везде земли распахано и прямо на торфе росли все что я помню петрушка и петрушка и это самое то ли репка ну что-то сейчас скажу в общем что-то вроде репки и видимо торф выдерживала и главное стоит стол сидит семья нас меня с другом мальчишек где-то примерно 13 летний позвали за стол а на столе самовар а сверху самовара перед вами стоит сапог и эти самые шишки эти сосновая или там елова я не помню или может быть даже там только лиственница росла наверное лиственничная и они горят и сапог и и вот он настоящий чай вкуснее ничего не пил до сих пор как я тогда позавидовал господи неужели у меня когда-то это будет вы понимаете откуда все берется а мой дед это это самое кулак 50 гектар семья семеро детей все время друг за другом один это же это была польша друг за другом снашивались эти самые сапоги понимаете вот а потом еще и это отнять вот а потом было еще страшнее и вот это вот генах у меня сидела а теперь я хочу на один час сейчас поймете я сейчас говорю о очень важных вещах кто один из сотни повертит у виска 2 сотни в советское время бы позвонил даже куда следует а я сейчас скажу вам следующее это не будет никакой политики дайте мне на один час стать президентом россии я издаю указ все половозрелые люди то есть даже не от 18 лет от 16 лет паспорта дают и до 90-летних все до единого обязаны обязаны заметьте не имеют права обязаны взять землю землю в приказном порядке кто не взял лишается этих самых кто не взял эту землю а она расчерчена заранее а слепой случай миллиардер ты или этот самый или ты последний там может быть почти бомж вот вот твой гектар не выбирая ты не выбираешь где этот гектар близко залезная дорога или близко шоссе или где-то там чуть ли не на болоте как повезет батарея вот слепой случай впервые может быть в истории без всякого обмана без всяких этих самых комовства без без всяких этих вот твой гектар а дальше если ты этот гектар не огородишь если ты не построишь хотя бы туалет если ты не его не распашешь или хотя бы пустыне садоват солнце не посадишь на нем крайнем случае рядом подвесок значит ты лишаешься гражданских прав ты не имеешь права занимать государственные должности и прочее и прочее и прочее вот заставить максимально людей взять землю пройдет время и земля покроется домами дети будут жить там они в этих вонючих городах вы что в эти дни как за этот самый когда у нас этот смог дичайший страшный слог как раз задыхался как абакан задыхался минусин задыхался сеногор задыхался кругом печное отопление вот кругом машин машину хоть бы запретили бы без всякого чтобы они меньше хотя бы 5 угарного газа и людей травить только руками разводили смог что поделаешь но наверно сельской местности этого смога не было или он был меньше приказать заставить это самое издать закон обязаны медземлю а потом пройдет год-два-три а вот тогда уже и отнимать будем вот но право граждане на россии раз ты не смог там ничего сделать до беспроцентные кредиты тем кто просто все это сделаешь то сады посадят что бы насчет выпускать свою продукцию а то курей запретили держать сволочи извиняюсь опять же это не политика вот значит пожалуйста вот ты держишь скот ты держишь свеет и держишь курей ты 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 выращиваешь эти самые настоящие наше место начиная это правое бережье енисея от этого самого чуть ли не от гэс ну практически от сизой и до шушенска тысячи гектар лучшей земли которая вот только этот кусок накормит всю себе не отравлены фруктами подрушена вдоль енисея он он греет вот это все заработал простили кредиты а еще государство обязана раз приказала значит дорогу подвести пусть хотя бы ладно грунтовый нет не грунтовый ты самую но мы поняли меня пусть даже не асфальтовая либо дорога была вот раз значит электросети 2 из газ 3 планы пускать не сразу а чтоб через три года был вот потом этот самый водопровод 4 и так далее везде где можно где что вот нет водопровода пусть на 5 хозяев одну колонку пробить но бесплатно не за миллиона рублей это самое пробурить пусть на 5 семейства одну и все это однажды случится что потом вот тогда они сейчас не будут как крыса убегать а попробовать тронь нас на чужую землю не пойдем но свою не отдадим понимаете когда-то вилла а сейчас автомат классика он кто-то выкопает найдется такой их много по стране в схронах вот и мои три этих самых двухстволки пригодятся знаете как что такое картечь она страшнее свинцовой пули кто знает вот это вот я хотел сказать вот такой нужен закон дайте на один час власти и тогда страна преобразится вот только зацепить людей чтобы у него гены проснуться проснуться я когда растение говорю перезвели литниковые периоды и вода рука на этот роскошный абрикос или роскошная груша раз на 1 в сибири раз и не замерзает я еще не делаю ничего она уже не замерзает почему мне гены там и люди такие же и у них тоже гены есть ледниковые периоды это знаете что такое-то войны только попробую тронь человека который земли потом полил тронька его вот тогда ты начнется настоящая это родина надо прошу меня простить это наболела константинович а это вы виноваты вы мне опять испортили весь вебинар у меня тут было четко и понятно пункт а пункт б теперь смотрите что получается сами виноваты теперь слушайте константинович вопросе наследственной любви к садоводству наследственной это ж надо же как вот это было готово моё а вдруг в догонку получаю вот это письмо не от этого письма пришел а потом получил вот наверно потому что несколько раз упоминал про это про то что нет ни нет земли нет родины вопросе наследство любви к садоводству наших потомков потомков надо признать как фактом что если вы уходящее поколение оставляли после себя наставления как умная жить то поверьте в городах не было бы людей ну то есть имеется ввиду все можно на земле жили а новое поколение ушло бы жить на землю создавая сады и огороды для себя и последующих поколений дружище не прав я рассказал что мои дедов лишили всего рассказал куда ты пойдешь пойдешь город куда ты пойдешь вот так что ты не прав если бы от нас зависело а на сегодня мы имеем искусственную пропаганду успешной то есть нет не так ты и прав я не прав на сегодня мы имеем искусственную пропаганду успешной жизни в городах успешная в кавычках какая на хрен успешная бежать бы с этого города за некуда и принуждение жить именно в каменных журналах пользуя и прибыли для правящих сословий ну вот дальше я пишу слово законно законно я уже рассказал дайте мне на час на четвертый раз и новое